В эфире программа налоги в студии Александр Новиков. Здравствуйте! С июля этого года заработала национальная система прослеживаемости импортных товаров. Компаниям придется сдавать специальные отчеты, а ФНС начнет искать новые виды рисков. А внедрение национальной системы прослеживаемости товаров сегодня мы беседуем с начальником отдела камерального контроля Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области Светланой Котовой. Светлана Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, в чем смысл системы и как она работает? Система прослеживаемости товаров введена как мера контроля государства, позволяющая оценить движение товара от производителя к конечному покупателю. Так можно противостоять серому импорту и нелегальному обороту товаров на территории Российской Федерации. Список импортных прослеживаемых товаров закреплен постановлением правительства от 1 июля 2021 года. Важно отметить, что прослеживаемость это не маркировка. Отличие в том, что при прослеживаемости идет контроль не за каждой единицей введенного товара, а за всей партией сразу. Контроль проводится с документом, специально для этого введены новые формы, дополнены реквизиты первичных регистров, и внесены изменения в декларацию по налогу на добавленную стоимость. Налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, в соответствии с закладательством Российской Федерации, обязаны представлять налоговые органы отчеты об операциях с указанными товарами и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости. Прослеживаемость товара обеспечивается путем присвоения каждой ввезенной партии регистрационного номера. Данный номер указывается в счетах фактуров, универсальных передаточных документов при реализации товара, и здесь совершенно не важно, на какой системе налогообложения находится налогоплательщик. Обязанность указывать в регистрационный номер счета фактуров или универсальных передаточных документов лежит на самом продавце. Систему прослеживаемости товаров будут попадать с момента выпуска на территорию Российской Федерации для внутреннего употребления. Товары выпадают из данной системы при продаже физическим лицам, при импорте, а также при передаче производства, захоронении, утилизации, безвозвратной утрате или при вывозе страны Евразийского экономического союза. Контроль прослеживаемости товаров проводится в рамках камеральной налоговой проверки со стребованием у налогоплательщиков счетов фактур и иных документов, относящихся к проверке. Необходимо здесь отметить, что все документы по прослеживаемости товаров развещены на официальном сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Национальная система прослеживаемости импортных товаров». Светлана Ивановна, скажите, кем и в каких случаях присваивается регистрационный номер партии товаров? Данный номер присваивается двумя способами. При ввозе товаров из стран Евразийского экономического союза компании-импортеры обязаны в течение пяти дней с даты принятия товаров представить Федеральную налоговую службу поведомления о ввозе товара и налоговая служба сформирует номер на каждую партию. Есть второй способ – при ввозе товаров из других стран. Компания формирует регистрационный номер партии товаров самостоятельно на основании регистрационного номера таможенной декларации. Светлана Ивановна, а какие основные требования к российскому национальному сегменту прослеживаемости товаров? Первое, безусловно, это электронный документооборот с сопроводительными документами. Далее идет фиксация выбытия и возобновление прослеживаемых товаров. Кроме того, необходимо, чтобы фиксация остатков прослеживаемых товаров на момент ввода в систему прослеживаемости. И главное – обеспечить прослеживаемость цепочки движения товара от его ввоза до реализации страной Евразийского экономического союза, либо его выбытия. Светлана Ивановна, такой вопрос. Разъясните, пожалуйста, что нужно делать с остатками товаров, образовавшимися до введения этой системы в действие? Безусловно, это очень важный вопрос, и налогоплательщикам могут быть остатки нерализованных товаров, которые относятся к прослеживаемым. Ранее компания предлагала провести инвентаризацию остатков и зарегистрировать их в системе прослеживаемости, то есть подать в электронное видеоуведомление в налоговый орган, получить регистрационный номер партии товара и использовать его при дальнейшей реализации. Сейчас эти требования исключены. Если налогоплательщик может перевести свой бухгалтерский учет в соответствии с требованиями системы, ему лучше сейчас провести инвентаризацию остатков и получить регистрационный номер, позже сразу выставлять открузочные и передаточные документы с ликвизитами. Но мы также и вполне допускаем, что кому-то может быть удобно вводить остатки товаров в систему прослеживаемости по мере их реализации. Здесь главное, чтобы покупатель, получающий эту фактуру, увидел в нем регистрационный номер. И поэтому принятие решения в данном вопросе остается за самим налогоплательщиком. Напомню, что выдача уведомления об остатках товаров является бессрочной. Светлана Ивановна, скажите, а повлияет ли система прослеживаемости товаров на налоговые правоотношения в целом? Данная система основана на документарном принципе и не ограничивает право налогоплательщика на налоговые вычеты. Даже если в счет фактуре и будут ошибки в указании регистрационных номеров партии товаров, это не повлияет на получение налогового вычета по НДС. Система также не блокирует процессы взаимодействия налогоплательщика с контрагентами. Сложившиеся бизнес-процессы будут функционировать по-прежнему. Главная задача налогоплательщика – организовать у себя учет прослеживаемых товаров в разрезе регистрационных номеров партии. Светлана Ивановна, скажите, пожалуйста, планируется ли использовать данные, получаемые в системе прослеживаемости, для исчисления средних рыночных цен тех или иных товаров в целях контроля взаимозависимых сделок? В данную систему заложен функционал по определению и оценке критерий рисков, одним из которых является критерием увеличения цены. Он рассчитывается на основе сведений о стоимости товаров, подлежащих прослеживаемости на всех этапах оборота товара. И если вдруг будут выявлены такие несоответствия по данному критерию, это не является однозначным основанием для проведения контроля мероприятий. Налоговые органы вправе руководствоваться любой имеющейся информацией, в том числе и при анализе обстоятельств сделки между взаимозависимыми лицами. Светлана Ивановна, у меня последний вопрос. Существует ли интерактивные сервисы, позволяющие налогоплательщикам провести проверку на предмет необходимости и обоснованности включения товаров в систему прослеживаемости? Да, Федеральная налоговая служба разработана на официальном сайте сервиса. Это проверка прослеживаемости товаров и проверка регистрационного номера партии товаров, которые позволяют в первом ресурсе провести проверку товара на предмет необходимости его включения в систему прослеживаемости, а во втором на основании конкретного регистрационного номера партии товаров провести оценку на предмет его обоснованности. Светлана Ивановна, большое спасибо за ваше разъяснение. Сегодня о внедрении национальной системы прослеживаемости товаров мы беседовали с начальником отдела камерального контроля Управления Федеральной Налоговой Службы по Брянской области Светланой Котовой. Вы смотрели программу «Налоги». Спасибо за внимание. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok